Вы ведь ранее не судили? Нет. Ну вы понимаете, что такое зона и пожизненный срок? Ну отчасти я там не был. Страшно? Нет. На протяжении шести лет этот человек совершал страшные преступления в отношении детей. Соседи, коллеги, те, кто жил рядом с Юрием, кто работал с ним, и представить не могли, что мужчина маньяк-педофил. 30-летний Юра из благополучной, полной здоровой семьи. При проведении допросов обвиняемый указывал, что после прохождения срочной службы в вооруженных силах у него появилось непреодолимое влечение к совершению сексуальных действий в отношении малолетних. Встает вопрос, каким образом малолетние пересекались с опасным дяденькой. Ответ прост. Дети в момент нападения были одни. 8 марта 2011 года. Первый эпизод. Мальчики-братья 7-12 лет катались на лыжах в лесу. Педофил, тогда ему было 24 года, напал внезапно, изнасиловал. 11 октября 2013 года в том же Краснокамске маньяк похитил первоклассника. Семилетний мальчик шел из школы один. Родителями подавалось заявление о том, что они разрешают ребенку самому покидать школу и добираться до дома без их сопровождения. Злодей после того, как надругался над пленником, задушил его, закопал на дачном участке. 17 января 2017 года город Оренбург. Педофил пытается похитить двух девочек 9-11 лет во дворе их же дома. Подружки катались с горки. Девочки вцепились руками в прутья металлического забора, который находился возле снежной горки. И громко закричали. Он их отпустил и быстро скрылся. Насколько быстро скрывался водитель с нездоровой сексуальной ориентацией и насколько быстро бежали перепуганные девчата, зафиксировала камера видеонаблюдения. Уже через 20 минут в другом дворе педофил похитил 12-летнюю девочку, которая из багажника позвонила маме. В момент совершения преступления маньяка задержали. А ведь у осужденного недавно родился ребенок. Но отец не видел малыша и вряд ли уже увидит. Мама у меня инвалид первой группы, то есть ей очень тяжело. Еще один гражданин с непреодолимым сексуальным влечением к детям изолирован. Но, к сожалению, это не последний педофил. Взрослые, берегите своих детей, ведь, как показывает жизнь, деткам кататься на лыжах в лесу сегодня одним небезопасно. Лариса Колчанова, Алексей Немтинов, Евгений Гилев, телекомпания Ветта.